12.05.2024. Высалия Амсоцкина. Ну что, на большем канале моем. Давайте оттолкнемся от новых заявлений Трампа и его команды. Они выпустили, его команда выпустила такой материал, как бы его стратегическую программу, и в том числе там есть про Украину. И там говорится, что как Трамп будет себя вести по отношению к Украине. Ну и Трамп потом выступил тоже и заявил, что как только он победит в ноябре, он даже не будет ждать инаугурации, а инаугурации, а сразу начнет прекращение вот этой человека ненавистнической, убийственной войны между двумя странами, Украиной и Россией. Ну и там заявлено, как это будет сделано, и в этой книге написано. Будет просто сделано. То, что Борель сказал, что как только будет прекращена западная помощь Украине, то в течение двух недель Украина сдастся. Поэтому, собственно, этот постулат и положен в основу концепции Трампа о прекращении войны, что Украина должна сесть за стол переговоров с Российской Федерацией. И будет замораживание войны. И прекращение военного положения, и восстановление Конституции Украины, ну и выборы штата и все остальное. Поэтому это как бы вот такая установка. Сегодня мы имеем с вами 12 мая, то есть получается у них 2 ноября будут выборы. Посчитают они достаточно быстро. Собственно, это июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Ну, пять с половиной месяцев осталось. Так что всего ничего. Время летит быстро, очень быстро. И понятно, что уже никакого наступления Украины не будет. И новых пакетов Украины, вооружений, денег от Соединенных Штатов не будет. Ну, будут вот эти, что выделили 60, почти 1 миллиард. Они, конечно, придут, это 100%. А с 1 октября у Соединенных Штатов начинается новый финансовый год. То есть это деньги, которые должны прийти до 1 октября. То есть еще меньше времени. Получаются, это деньги, рассчитанные, собственно, июнь, июль, август, сентябрь. На 4 месяца, все. 4 месяца, больше не будет денег. Не расслабляйтесь, ребята. Я понимаю, что в экономике, в политэкономии, в финансах основная часть сегодня, которая захватила командные высоты в Украине, вот этой бандократии, она ничего не понимает, не соображает. Ну, что сделаешь? Что сделаешь? Как в апельсинах, как говорится, некоторые, так сказать, существа разбираются. Ну, вот, чтобы понимали. Поэтому все ваши вот эти потуги, которые вы принимаете по мобилизации, по ужесточению, по штрафам, по этим всем санкциям для людей, по репрессиям, они против вас и будут потом работать. То есть вы так, как бы, должны соображать. Тем более у этого Верховного Совета заканчивается полномочия осенью. Поэтому вы будете тоже узурпаторами, так же, как Зеленский 20 мая. А вы осенью будете в Верховном Совете узурпаторы. Байден, конечно, не победит. Даже не сомневайтесь. Даже не сомневайтесь. А тогда вы все по Конституции будете узурпаторами со всеми вытекающими последствиями. Конечно, не посочувствуешь этому, который возглавляет сейчас эти погранвойска, потому что на его совести очень много жизней людей, которые погибли, пересекая границу, в Тисе утонули, были схвачены, замордованы, которых пытали. Целый список будет. Будет сайт создан, кто погиб, кто был поддан репрессиям, мучениям. Каждый будет отвечать, ребята. Кто с полицией будет отвечать, с этих военкомы будете отвечать, за все будете. Будет открытый сайт. И фамилии каждого, фотографии, фамилии ваших семей, ваших родителей, ваших жен. Все будет стоять там. Кого вы схватили, кого пытали, кого убили, кого замордовали. Будет открытый сайт. Поэтому зря вы так делаете. Зря. Я думаю, что это вы просто не понимаете, что вас ждет. По Конституции вы выполняете злочинные наказы. Они, выконание злочинного наказа не, как там написано, не освобождает от ответственности. На могучем русском мировом лингвистическом инструменте, чтобы вы понимали. На котором так или иначе коммуникацирует один миллиард человек в мире. Понимаете? На русском славянском языке. К сожалению, на украинском хороший, замечательный наш язык, но на нем коммуникацирует максимум где-то 20 миллионов. То есть один миллиард и 20 миллионов. Чувствуете, да? Правда, на литовском или на латышском языке вообще не больше миллиона в мире. Так что там еще хуже ситуация. На эстонском вообще, наверное, 500 тысяч говорит. Ну, что сделаешь? Такова жизнь. Седьмому укладу вообще там по-другому будет все это с лингвистическими инструментами. Ну, еще люди не понимают этого, поймут когда-то, это ж как бы неразрывные вещи, их надо оценивать, но мозгов нету. Основная часть живет где-то в третьем, втором экономическом социальном укладе. А надо двигаться вперед. Иногда технически живут в пятом, а социально гуманитарно живут во втором, понимаете, или в третьем максимуме. Так вот, смотрите, что получается. То есть, уже можно точно говорить, что вот есть Китай, Индия, ну, уже 500 раз вам называл, то есть, есть огромная группа государств, которые говорят, что войну в Украине, ну, вот эту мясорубку надо прекратить, это массовое убийство. И на этой позиции стоит Трамп, республиканская партия. Все, они стоят на этом абсолютно. И Майкл Джонсон прокололся по полной программе. Я думаю, что после, я думаю, что может так быть, что его вообще не изберут, честно говоря, в Конгресс. После того, как он такую глупость совершил, что его, то есть, вместо того, чтобы самому уйти в отставку, он вместо этого решил пойти на сговор с Байденом и демократами. То есть, он пошел на открытое предательство, ренегатство, заявляя, что он евангелист, христианин, там такой, прямо продвинутый, все, представляете? Ну, так, парень, тебе надо было просто пойти в отставку и все. А он наоборот, то есть, он поступил, как Иуда. Он пошел и продался за 30 сребреников Синклиту, точно, как Иуда из Кориот. Байдену продался. То есть, это вообще беспрецедентно. Он даже не понимает, что он делает. Он даже не понимает, что он себе просто политическое у Тадофе сделал. Конечно, молодцы, там, барышни эти, они просто это надо отдать должное и Грин, и, я думаю, и другим там, конечно, я думаю, там и Спрац наша умничка, и другие, там, просто замечательно. Они этого Мишу вставили по полной программе, конечно. Они это на момент истины его так, хоп, и щелкнули парня. И всех остальных тоже. Никто не понял, как их сделали. Вот. Они не поняли, что они не не против, ведь они же голосовали не против Тейлора, там, или так далее. Они фактически подписывали себе политическое аутодофе. Потому что на них смотрели граждане Америки, которые будут за них голосовать. Приверженцы республиканской партии, которым предатели не нужны. Они будут за них голосовать, потому что там выборы будут всей палаты в ноябре. Вот посмотрим, какие выборы будут. Вот, изберут Мишу или не изберут? Это очень интересно. Можно даже тотализатор открыть, ставки ставить. Изберут или не изберут? Но спикером он уже точно не будет. То, что он лузером будет, это, я думаю, сто процентов. Теперь смотрите, что дальше у нас получается. Итак, есть линия Трампа, есть линия Байдена, и как бы, то есть, есть линия партии войны, да, государств. Есть, Зеленский, это линия войны. Макрон линия войны, Шольц как-то там, это Соединенное Королевство и прочее. А есть те, которые за мир. Китай, там, Венгрия, Словакия, ну, Индия, там, и много Бразилия, Южная, как это, Африка и так далее, и так далее. Вот Эрыш, Папа Римский. Теперь смотрите, берем Украину. В Украине почему-то рассматриваются только два сценария, два варианта. Или воевать, или сдаваться. То есть, или будет война, или проигрыш. Но это неправильно. Третий сценарий, третий вариант, это вести переговоры и заморозить линию фронта, войти в перемирие. Есть те, которые хотят выступить гарантами, ну, и остановиться. и вернуться к ситуации, восстановить Конституцию, провести выборы. В чем тут плохо? Да, там где-то 17% территории, к сожалению, потеряно. Ну и что? Ну и что? То есть, есть третий вариант. Вопрос, почему ни одна, так сказать, истота, которая имеет позиции в Верховном Совете, фракции, в общественной деятельности, мэры, депутаты, на всякий, почему вы не поднимаете этот вопрос? То есть, есть вопрос продолжать войну, но денег на нее нет, оружия нет, народ воевать не хочет, жертвовать своими жизнями не хотят люди. Второй вариант, если продолжать войну, и люди не хотят идти на войну, и оружия нет, и денег нет, страна банкрот, то тогда полицейских 130 тысяч, погранцов 60 тысяч, нацгвардия там тоже же немерено, и СБУ, и судьи, и прокуратуру, и прочих на фронт не бросают, правильно? Хотя их надо бросать на фронт, те же фронт вот-вот могут прорвать, тогда, если прорвут фронт, тогда что будет? тогда будет поражение, люди воевать не хотят, но тогда остается третий вариант, тут что Трамп говорит, давайте замораживайте эту мясорубку, прекращайте убивать друг друга, и все, начинаете говорить, а там будет видно, и Трамп сказал, что так и будет, то есть Кеннеди будет третий кандидат, это понятно, он похоронит Байдена, да, он похоронит Байдена, он у него заберет голоса, там, где он уже зарегистрировал себя, я думаю, что он зарегистрирует, ему помогут во многих штатах, поэтому он, как бы, Байдена, так сказать, как этот политический могильщик Байдена будет, ну, тогда все, то есть Трампу он очень сильно поможет, вместе с этой, которую он взял вице-президент женой бывшей, ну, бывшей, но бывших жен же не бывает, особенно у миллиардеров, да, у этого собственника Сережи Брина, у них ребенок общий, вообще, у них прекрасная жизнь была, что Брин с ней развелся, вообще непонятно, типа, там у нее роман был с этим, как им называется, этим мастером Икс, Теслой, ну, и что, был роман, не был роман, этот говорит, Илон Маск говорит, что не был, тоже можно подумать, ну, во всяком случае, она миллиардерша, и у них нормальные отношения, как я понимаю, с Брином, и Пейджем, и женой Пейджа, и она нормально, так сказать, она очень обученная мадам, очень обученная такая, во всех отношениях, я думаю, что она очень будет большой помощницей для этого Кеннеди, и они, конечно, вдвоем с Кеннеди и Байдена этого будут по полной программе гонять, и рвать, как тузик грелку, ну, давайте посмотрим, поэтому, честно говоря, никаких шансов у Зеленского, у Лены Зеленского, у Ермака, вообще никаких шансов нет, осталось 4-3-4 месяца, и все, так, может, пока не поздно, надо перемирие делать, замораживать этот вариант, да и все, и Зеленскому ночью, уже все, в 20 мая уже он нелегитимный президент, выборов не было, сказал бы спасибо, ребята, за доверие, все, что мог, сделал, поэтому делаем, прекращаем военное положение, ну, и открываем, на Рахаме прекрасно умеет переговоры вести, еще там есть ребята, и все, Стефанчук такой парень, тоже нормально умеет вести переговоры, он там как-то такой он, дядя Кузя и так может, и так может, и нормально будет, или я не прав, как думаете, или лучше за мужиками вот так охотиться, прессовать, и как Кулеба, как вот этот вот, Кулебеш, этого никто не забудет, о что он сделал, и вот этому его новому, которого к нему там смотрящим прислал этот Ермак, как его там фамилия, вот, никто же вам, ребята, этого не забыл, что бы вы, где бы вы уже ни были, где бы вы ни были, вы людям, миллионам людей жизнь испоганили, в 21 веке, кто вы такие, кто вам право, этому документу, который там возглавляет, зря вы, так нельзя делать, кто вы такие, кто вы, вы феодалы, вы кто, герцоги там, эти кто, графья вы, кто вам дал право, это делать, каждый сам решает, или этому погранцу, кто дал право, за людьми охотиться, кто вам дал право, на каком основании, сегодня вы там, завтра вы в другом месте, люди все одинаков, кто дал право нарушать европейскую хартию, прав и свободу, мы не будем ее выполнять, а кто вы такие, чтобы не выполнять, кто вы такие, кто, сегодня вы есть, завтра вас нету на постах, сегодня вы на стуле, завтра вы не на стуле, послезавтра вообще под стулом, или думаете, вечно будете, как это, Саша Литвиненко, он думает, что он занял место этого самого Данилова, и он будет, так сказать, там руководителем, ну это ж смешно, или этот, который центр возглавляет, информация и дезинформация, но дети, абсолютно какие-то, недалекие, какие-то просто, дилетанты, или анонимщики всякие, которые думают, что они анонимно, могут что-то там вякать, ну сколько вас уже было за эти десятки лет, дорогие мои, сколько вас было уже, просто удивительно, ладно, самое главное, что никто ничему не учится, никто ничему никогда, удивительно, просто удивительно, ну да ладно, давайте смотреть, наблюдать, чем дальше в лес, тем толще партизаны, будет в три раза, наверное, интереснее, до новых встреч,